Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру, цикл введения в Священное Писание Нового Завета. Тема сегодняшней лекции – различные подходы к изучению Священного Писания. Чтение и понимание Священного Писания является важным подспорьем для всех нас, потому что Господь Иисус Христос говорит своим ученикам и последователям, «Вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам» Евангелие от Иоанна, 15 глава, 3 стих. Однако для того, чтобы изучать Слово Божие, Священное Писание, могут быть использованы разные подходы. Первый подход – так называемая экзогетика от греческих терминов «экс», то есть «из» и глагол «эгеоме» – «вести». Экзогетика – это воведение, воведение смысла. Когда мы читаем Священное Писание последовательно, книга за книгой, главу за главой, стих за стихом и последовательно толкуем каждый стих. Это наиболее полный в смысловом отношении подход, но он же и наиболее трудозатратный. Нужно и много времени, и много сил для того, чтобы прочитать целиком Священное Писание, понять, осмыслить и истолковать каждый стих. По этой причине существует еще два других подхода в изучении Слова Божия. Подход номер два – библейская история. Когда не только события, но также и содержание Священного Писания, как Ветхого, так и Нового Завета, изучаются в связи с хронологией, с цепочкой событий Ветхого и Нового Завета. Обращаю внимание, что библейская история предполагает не только изучение событий, но и, если при этом произносятся какие-то поучения, наставления, или, если, например, с царствованием Соломона связано еще и то, что он говорил притчи, то, что он издал книгу Экклезиаста, то изучаются и отдельные фрагменты вероучения, нравственности и так далее. К сожалению, в последнее время очень часто библейскую историю редуцируют именно до изучения только исторических событий, поэтому такой подход становится все менее популярным. Однако следует помнить, что иногда он очень эффективный. Например, когда в Священном Писании Ветхого Завета параллельно описываются одни и те же события в книге «Царств» и в книгах «Паралипоменон», то, конечно, очень здорово посмотреть на одно и то же событие и то, как оно описано разными летописцами. То же касается и Завета Нового. Если мы смотрим, как то или иное новозаветное событие, связанное со служением Господа Иисуса Христа, описано несколько разными евангелистами, мы знаем, что они друг другу не противоречат, но дополняют, что очень часто они предлагают различный ракурс, различную точку зрения на одно и то же событие. И вот такое совместное рассмотрение разных событий может быть очень плодотворным. И, наконец, существует еще третий подход к изучению Священного Писания, который называется «Библейское богословие». Это уже не изучение текста стих за стихом и не изучение событий друг за другом. Это изучение богословских идей. Можно сказать, что это более высокий, абстрактный уровень изучения Слова Божия. Но при этом богословские идеи изучаются в их развитии. Мы знаем, что в Священном Писании Ветхого Завета, Ветхозаветный период, те или иные идеи, которые связаны со спасением рода человеческого, открывались не сразу, но постепенно. Многие из нас изучали такую тему, а она является темой из библейского богословия, как пророчество о Христе в Ветхом Завете. И мы знаем, что постепенно открывалась истина о грядущем Спасителе. И более того, даже термин «машех», «помазанник», «христос», даже этот термин не был сразу открыт. В протоевангелии говорится только о том, что Спасителем будет семя жены, то есть тот, кто произойдет от человеческого рода, именно он поразит голову дьявола. И постепенно, мало-помалу, с течением времени, это учение уточнялось, детализировалось. Так что, к пришествию в мир истинного Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, это учение уже было достаточно развитым в Ветхом Завете, а в новом была дана полнота откровения о том, что «машех» — Христос не только человек, но еще и воплотившийся Бог. Кроме вот этой важнейшей темы библейского богословия, можно рассмотреть и другие интересные темы, например, как Бог открывает себя в качестве Отца в Ветхом Завете, и как мы понимаем Отцовство Божие в Завете Новом, или учение о покаянии и так далее. Таким образом, все эти три подхода экзогеза или экзогетика, синонимичный термин, библейская история и библейское богословие являются различными вариантами изучения, усвоения смысла Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Однако ограничиться этими дисциплинами, к сожалению, невозможно. Оказывается, существует еще одна вспомогательная дисциплина, без которой абсолютно не обойтись, и которая должна предшествовать серьезному, последовательному, вдумчивому изучению трех вышеупомянутых. Эта библейская дисциплина называется «Введение». Либо введение в Ветхий Завет, либо введение в Новый Завет. И наш с вами цикл лекций как раз посвящен введению в Новый Завет. Почему же необходимо введение? Почему необходимо изучение некоторых предварительных сведений еще до того, как мы начинаем читать библейский текст? Конечно, какие-то фразы, какие-то тексты Священного Писания и Ветхого и Нового Завета понятны практически всем. Мы с вами помним изречение Господа Иисуса Христа «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». И, кроме этого, целый ряд других, понятных для всех изречений. Поэтому, конечно же, в Слове Божьем очень многое понятно практически всем. Святитель Иоанн Златоуст об этой доступности и понятности говорит следующим образом в беседе о Лазаре. «А что скажут, если мы не понимаем содержащегося в них?» То есть в библейских книгах. «Даже если ты не понимаешь содержащегося в них, от самого чтения бывает великое освящение. Впрочем, невозможно, чтобы ты одинаково не понимал всего. Благодать Духа для того именно и устроила, что эти книги сложили мытари, рыбаки, делатели палаток, пастухи, овец и коз, люди простые, не ученые, чтобы никто из простых людей не смог прибегать к такой отговорке. Чтобы всем было удобно понятно то, что говорится, чтобы и ремесленник, и слуга, и вдовица, и необразованнейшие из всех людей получали пользу и назидание от слушания. Ибо не для суетной славы, как внешние мудрецы, но для спасения слушателей сложили все это те, которые вначале удостоились благодати Духа». С другой стороны, библейские тексты написаны совсем в другую эпоху, уже много тысяч лет назад, в другой культурно-исторической и политической обстановке. И поэтому бывают такие ситуации, когда мы, читая эти древние тексты, невольно вносим свои собственные представления, вкладываем свои собственные смыслы. Иногда в богословии это называется не экзогеза, то есть не воведение смысла, а эйзогеза, от из, в и, соответственно, аго, в виду, привнесение чуждых смыслов. Это связано с тем, что нередки при чтении священного писания с нашей стороны анахронизмы. Мы мыслим какими-то современными понятиями, и эти понятия приписываем глубокой древности. И вот чтобы этого не произошло, конечно же, нам следует изучать как аспекты библейской филологии, так и историю, археологию древнего мира, ну и кроме того, традицию толкования и понимания священного писания в православной церкви. А то, что подобного рода ошибки возможны даже на, казалось бы, тоже в весьма очевидных текстах можно доказать, используя следующий пример. В Евангелии от Луки, в 10 главе, в 27 стихе, Господь Иисус Христос говорит, Особый интерес представляет вторая часть заповеди «Возлюбить ближнего, как самого себя». Что это означает? Для человека, укорененного в библейской традиции, понятно, что раз любовь к ближнему стоит наряду с любовью к Богу, а Бог говорит «Будьте святы, как я свят», книга Левит, 11 глава 44, 45 стихи и другие места, то, конечно же, любовь к Богу подразумевается чистая и возвышенная, и точно такая же любовь предполагается и к ближнему. Ибо как мы можем себя полюбить настоящей духовной любовью? Те, которые Христовы плоть свою распяли со страстями и похотьми, говорит святой апостол Павел в послании к Галатам, 5 глава 24 стих. Итак, мы к себе относимся следующим образом с христианской точки зрения. Стараемся искоренить свои страсти и грехи. И, конечно, нам настолько же тяжело, как если бы мы были распяты на кресте по мысли апостола. Но в таком случае и когда мы желаем возлюбить ближнего, мы также стремимся поддержать его в добродетели, но постараться способствовать в его борьбе со грехом и с его пороками. Отсюда наш церковный принцип «люби грешника и ненавидь грех в нем». Это же подтверждает и филологический анализ текста. Используется в данном случае греческий глагол «агапао», который подразумевает возвышенную духовную любовь. Однако далеко не все наши современники понимают в таком библейском смысле данную заповедь. В практической психологии существует школа клиент-центрированной терапии Карла Роджерса «Годы жизни» 1902-1987. Одним из принципов которой является любовь к клиенту. Однако предполагается, что клиента нужно любить так, как мы себя любим, а себя считают последователи этой школы, но любим со всеми нашими недостатками, слабостями и пороками. Поэтому и другого человека нужно точно так же принимать во всех отношениях, включая его пороки и согрешения. И вот иногда последователи данной школы, дабы обосновать с христианской точки зрения свою позицию, апеллируют к указанной выше заповеди, изложенной в Евангелии от Луки. Но, как мы с вами видим, это понимание совершенно некорректно с библейской точки зрения. И с филологической тоже, поскольку в Священном Писании Нового Завета, когда говорится о себялюбии, как о страстном, греховном отношении к себе, когда мы себе прощаем наши согрешения, используется другой глагол, глагол филео, любить, дружить по интересам, и, соответственно, термин «филофтос» – «себелюбивый». Его использует апостол Павел во втором послании к Тимофею в третьей главе во втором стихе. Получается, что даже те заповеди Нового Завета, которые нашим современникам и нам с вами на первый взгляд кажутся очевидными, имеют опасность быть понятыми неправильно. И отсюда необходимость некоего предварительного изучения, как того, что связано с историей, археологией, филологией, так и того, что связано с пониманием и принятием текстов Ветховоенного Завета в христианской церкви. Святитель Анзлатоуст, которого мы сегодня вспоминали, который утверждает, что очень много понятного в Библии, он же говорит и о том, что да, действительно есть много вещей, которые непонятны и которые нуждаются в разъяснении. Цитата. «Из речения Писания – это духовное оружие. А если мы не умеем пользоваться оружием, то само по себе оно будет иметь силу, но взявшим его не принесет никакой пользы. Положим, что броня, шлем, щит, копье крепкие. Но пусть кто-нибудь, взяв это вооружение, броню наденет на ноги, шлем не на голову, а на лицо, щит станет держать не перед грудью, а постарается привесить к ногам. Будет ли тогда польза от этого оружия? Не будет ли еще вреда? Это всякому очевидно. Но произойдет это не от слабости оружия, а от неопытности того, кто не умеет хорошо пользоваться им». Беседы на Евангелии от Иоанна, беседа 30. Получается, что кроме изложенных трех подходов к изучению Священного Писания, экзогеза, библейской истории и библейское богословие, им всегда сопутствует, а очень часто даже и предшествует такой предмет, как введение в Священное Писание. И вот мы с вами приступаем к изучению введения в Священное Писание Нового Завета как изучение особой библейской дисциплины, и при этом, конечно же, будем разбираться, из каких разделов она состоит и какую пользу может принести нам с вами при изучении Слова Божия. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...